Матери-героини теперь официально. Это почетное звание получили сегодня 95 женщин, все они из Одесской области. С одесситками, родившими и воспитавшими пятерых и более детей, пообщалась наш корреспондент Ольга Голодова. Наталья вырастила шестерых детей. Она уже героиня со стажем. У женщины три дочки и три сына. Самому младшему – 20, старший – 35. Кроме шестерых детей, Наталья смотрела за своей слепой мамой. У Натальи сейчас много хлопот. Хороших. Водить внука в детсад и школу. Не забывает и о себе. Занимается спортом и читает книги о любви. Рожайте детей. И не бойтесь трудностей. Бо дети – это наше будущее. Это наша радость. Это душа человека. Потому что, если ты не имеешь семьи, зачем ты живешь на этом свете? Наталья знакомит нас и со своей средней дочерью. Семья – это дети. Это батьки. Это должны все быть в разуме. И воспитание, то же самое. И любовь. Все, чтобы присутствовало. Самое главное, чтобы все были вместе и дружные были. И уважали друг друга, почитали. 95 многодетных матерей из Одесской области сегодня стали героинями официально. Получили посчетное звание. Сослева, да. Я тоже скажу, что сослева. Маму, что я их маму. И за папу, и за маму. Семьдесятого. Все, все, в этом мало. Елена Ивановна тоже мать-героиня. Орден и удостоверение теперь поставит на видное место. Женщина воспитала пятерых детей. А еще у нее девять внуков и десять правнуков. Сегодня она пришла не одна, а вместе с семьей, которая заняла много места. И это еще далеко не все. Елена Ивановна считает себя счастливой мамой и бабушкой. Молодым девушкам желают того же. Боятся, потому что теперь не хотят. Я бы родила, то не хотят годовать, потому что тяжело. Двое одно. А что двое одно? Мне казалось, что светла не было тогда. Про вас уже по девяту родят. Кто хочет детей, кто любит детей. Матери-героини продолжают помогать своим детям, воспитывают внуков и правнуков. Держат огороды и занимаются спортом, а также читают книги. Они называют себя счастливыми. Ольга Голодова, Константин Длужневский, 7 канал.